Андрей Владимирович Поповкин, кандидат философских наук, в прошлом преподавал профильный предмет студентам Дальневосточного государственного технического университета, пока в 2013-м не перешел в должность руководителя кафедры философии Дальневосточного отделения Академии наук. Сегодня в дебатах о том, чья молодежь лучше, советская или российская, и где трава зеленее, участвовали взрослый профессор и молодой студент. Парень с необычной фамилией Медич, созвучный с родом олигархов из Флоренции, по большей части молчал, пока в эфире радио «Лемма» его оппонент вместе с ведущим Андреем Калачинским горевали по синему небу давно ушедшего детства. Очень трудно нам сказать молодым людям, да и самим себе, что хорошо и что плохо. Ну, условно говоря, почему переизбрание Путина на определенный последний, ну, видимо, последний срок – это хорошо, а некоторые из них думают, что это плохо, да? Среди вопросов, поставленных ведущим, значились такие, как экстремистское ли мышление у молодежи, а также было озвучено мнение, что желание путешествовать и заниматься творчеством – от безделия и от лукавого. На вопрос студента «А зачем же еще жить, если не для самореализации?» у философа со стажем нашелся свой ответ. У советского общества было такое представление, зачем мы живем, да, и у молодежи, соответственно, было представление. И, кстати говоря, ну, это позволяло в каком-то смысле молодежи не центрироваться на своих личных интересах и проблемах, а была какая-то такая философия общего дела. К слову, завкафедры царицы гуманитарных наук на протяжении всего эфира подвергал критике любые проявления свободомыслия и юношеского максимализма, даже в его малейших проявлениях. Пару раз Андрей Поповкин назвал молодежь 21 века хорошей, но примитивной, а также склонной мыслить как экстремисты. Кумир, увлеченных наукой парней и девушек, миллиардера Илона Маска, запускающего ракеты и автомобили в космос, философ назвал популистом и опасной фигурой. «Вот есть подобная фигура, это у Жуля Верна, это инженер, ну, например, Сарис Смит в Таинственном острове. И это действительно герой, потому что за тем, что делает Сарис Смит, стоит техническая культура, которой он обладает. За Илоном Маском не стоит технической культуры, он не учет. Пусть и очень редко, но резкому на суждение философу отвечал и студент. Парень старался как мог парировать обобщающие суждения двух взрослых и состоявшихся в жизни людей, в частности затронув тему успеха и псевдоуспеха. Я думаю, что как раз сейчас та самая проблема, я не могу назвать ее проблемой, того, что молодежь концентрируется исключительно на себе, она и позволила отринуть им такие лишние вещи, как псевдоуспех. Я бы называл это псевдоуспех, потому что успех в карьере – это не всегда счастье, не всегда это гармония. В целом, дебаты в ходе утреннего эфира на Леме вышли горячими и полными прений. Однако к концу программы ведущий Андрей Калачинский признал, что всего старшему поколению знать не суждено. А потому и судить, и осуждать целое поколение без должной компетенции уж точно не стоит. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.